провязали ряд соединяем последний столбик с первым столбиком который мы вязали так и дальше будем вывязывать носочек для этого поднимаемся на одну петельку дальше одну петлю предыдущего ряда мы пропускаем вяжем столбик с накидом через одну получается петелечку дальше снова провязываем столбик с накидом затем снова столбик с накидом но снова пропускаем одну петелечку одну пропустили в следующую провязываем снова следующую столбик с накидом дальше снова мы одну петелечку пропускаем следующую провязываем то есть следующую и еще одну получается мы вяжем два столбика с накидом подряд петелечки одну пропускаем между ними вот снова столбик с накидом подряд в обе петелечки одну пропускаем следующую снова будем провязывать таким образом у нас получится закругление наши нашего верха вот верхушечка получается носочка так снова столбик с накидом так снова столбик с накидом теперь пропускаем одну петелечку провязываем следующий вот видно по 2 как бы идет столбика с накидом между ними петелька свободная дальше снова то есть провязали мы 2 столбика с накидом петелечку пропускаем и снова вяжем 2 столбика 1 и в следующую петелечку 2 столбик так вот видим закругление такое пошло вверху и теперь пропускаем одну петелечку и привязываемся получается как бы к одной стороне к основанию подошвы столбиком без накида затем 1 воздушная петелька снова пропускаем одну петельку на этой стороне и провязываем столбик без накида дальше разворачиваем вот видим уже носочек такой закругленный и вверху он уже как бы закрывается дальше вяжем снова столбик с накидом через одну петелечку 1 пропускаем следующий провязываем и в этом ряду мы теперь уже вяжем в каждую петелечку столбик с накидом то есть в первом ряду мы в начале закруглили немножко чтобы не квадратное начало было слегка закругленное и теперь вяжем просто прямо привязываемся каждому краю вывязываем носочек в скрытые страницы так дальше получается вот закончили как бы ряд соединяем наш столбик с накидом который был последний соединяем столбиком без накида к первой петельки соединили затем провязываем одну воздушную петелечку пропускаем петельку уже на этой стороне и в следующую провязываем столбик без накида вот так получается затем разворачиваем и провязываем с накидом то есть одну петельку пропускаем следующую провязываем столбик с накидом и так до конца ряда и так мы вяжем растая расстояние то которое мы хотим видеть какой будет носочек белого цвета так как язычок сам будет черного цвета то есть можно сделать больше меньше я беру примерно по размеру примерно третья часть величины этого тапочка кеда то есть вот я делу делю как бы на 3 ну вот примерно вот так вот такое примерно расстояние я буду вывязывать вверх носочка дальше вяжем все одинаково то есть по краям и соединяем вверх носочка к сторонам то есть к основе под подошвы а вверх вяжем прямо столбиками с одним накидом в каждую петелечку еще одна петелька так провязали и теперь снова одну петелечку мы пропускаем вот как бы ложится верхушечка носочка вот так и вот в этом месте получается то через одну петелечку одну не провязываем следующую провязываем столбик без накида затем воздушная петелька столбик без накида и разворачиваемся и вяжем снова ряд точно так же накид одну петелечку мы пропускаем следующую петелечку вот ряда вот наш ряд уже видно мы провязываем так вот так так довязали еще ряд теперь ниточку протягиваем петелечку и можно отрывать ее убирать и затем запрячется это ниточка и и так провязали носочек вверх вот такой получается ниточку отрезаем затягиваем хорошо этот узелочек потом ниточка это запрячется и дальше берем снова черную нитку примерно в этом же месте мы где заканчивалась белая ниточка привязываемся черный и и будем вверх пяточки вывязывать это тоже потом спрячется лишнее провязываем воздушную петелечку одну и вторую дальше вяжем по кругу в каждую петелечку столбики с одним накидом вяжем по кругу до начала верха нашего носочка то есть следующего ряда здесь и так ряд провязали не довязываем и как бы 3 петелечки делаем столбик с двумя накидами привязываем его к самой первой петельки вот у нас и с этой стороны получилась дырочка для шнурочка дальше поднимаемся на одну петелечку провязываем 2 столбика без накида затем вяжем столбики с одним накидом затем вяжем колко-петелем затем накидом провязали снова ряд до начала прошлого ряда и вот последние две петелечки мы провязываем не столбик с накидом столбик без накида то есть один столбик без накида и 2 дальше мы снова как как раньше 1 2 3 4 воздушные петелечки переворачиваем 2 пропускаем то есть одну пропускаем вторую третью вяжем столбик с накидом то есть снова делаем дырочку для шнурочка и дальше вяжем снова столбики с накидом таким образом мы вяжем то есть все время у нас вот видно идет наискосочек уже эта сторону хорошо видно и вяжем до высоты которую мы хотим иметь кеды так вывязываем высоту которая нам нужна провязали высоту вот идет наискосочек идут вот дырочки для шнурочка если вы хотите повыше чтобы были кеды то дальше уже уменьшать то есть вот здесь должно быть по объему ноги то есть получается чтобы не было сильно узко дальше уменьшать уже тогда не нужно и вяжите высоту ту которую хотите просто поднимаетесь на две воздушные петельки и вяжите в каждую петлю столбик с накидом то есть раньше мы провязывали два столбика без накида для того чтобы на уменьшение что и через ряд делали для шнурочков дырочки для шнурочков дырочки тоже мы будем делать только не будем уже уменьшать чтобы уже на сужение у нас не шли наши кеды и провязываем до конца ряда ровненько в каждую петелечку столбик с одним накидом провязали вот до конца ряда то есть не оставляем уже свободных петель и чик дальше в следующем ряду нужно сделать снова для шнурочка дырочку то есть 1 2 3 4 воздушные петелечки переворачиваем столбик с накидом делаем следующую же петелечку то есть то мы делали через 2 пропускали для того чтобы тоже наискосочек обувь шума теперь мы следующий то есть в каждой уже и дальше вяжем точно так же столбики с одним накидом до конца ряда вот таким образом вывязывается вверх кед на ту высоту которую вам хочется чтобы было вяжем до конца ряда так высоту закончили вязать и теперь нам осталось вывязать язычок в наших петах черную ниточку берем привязываемся вот там где заканчивалась у нас белая ниточка связываем узелочек это потом спрячем так делаем 1 2 2 воздушные петелечки столбик с накидом провязываем в каждую петелечку к белой ниточки то есть соединяемся то что мы вязали белой теперь мы продолжаем вязать черной носочек и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И теперь нам нужно соединиться вот к этой вот первой петелечке, где мы начинали вязать подъемчик черным. Соединяем столбиком без накида. Вот, получается уже. Дальше. Вяжем две воздушные петелечки. Одну и вторую. Еще раз соединимся, вот если вывернуть вязание, вот здесь, к черной ниточке. То есть, чтобы у нас наш язычок немножко вначале заходил как бы за вот этот отворотик, чтобы удобно сидело на ножке. Дальше поворачиваем и к каждой петелечке провязываем столбики с одним накидом. Дальше. 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 так провязали вот и теперь последний столбик мы тоже как бы вот прикладываем к этой стороне и привязываемся к черной ниточки вот так столбиком то есть провязываем столбик соединяем дальше подымаемся на 2 воздушные петелечки провяжем соединимся еще один раз здесь ну вот к черной ниточки соединяем столбиком так и теперь поворачиваем вот видим у нас пошло соединение а этот вот бортик остается как бы сверху и она будет хорошо потом сидеть на ножке и провязываем ряд столбики с одним накидом зале этот ряд и снова соединяем вот прикладываем как бы один к другому в том месте где сайт где ложится петелечка это там и соединяем привязываем столбиком без накида так и дальше мы уже привязывать к основе к этой уже не будем дальше просто вяжем язычок его можно связать просто прямой можно слегка его как бы делать трапецией то есть увеличивать немножко по бокам то есть смотрите по ножке как вам нужно как садится на ножку ваш ваши кеды и так подымаемся на 1 2 3 воздушные петелечки поворачиваем и столбики с одним накидом в каждую петелечку вяжем и уже в рядах мы не будем присоединяться к основе то есть просто про будем вязать не присоединяюсь провязали ряд дальше подымаемся то есть уже здесь не соединяем ничего подымаемся на 1 2 3 воздушные петелечки и я буду делать немножко расширять язычок то есть он будет эти трапеции у меня через каждых два ряда я буду прибавлять и так вот одно уже как бы это будет столбик вместо столбика нашего первого и в эту же петельку провязываем столбик с одним накидом вот как бы за 1 петельки 2 идут дальше в каждой провязывая по одному столбику и в конце ряда я провяжу 2 столбика с накидом в последнюю петелечку ряда и так я буду делать через каждых два ряда до высоты нашего язычка и так я буду делать через каждое время и так я буду делать через каждую петельку к Продолжение следует... Вот в конце ряда в одну петелечку мы провязываем 2 столбика с накидом. Дальше 2 ряда вяжем ровненько, 1, 2, 3 воздушные петельки для подъема и 2 ряда вяжем, ничего не добавляя. В третьем ряду снова добавим по одной петелечке по краям и так вяжем до высоты язычка, до окончания высоты язычка. Продолжение следует... Так, язычок в кедах готов, вот по высоте подъема. Теперь можно просто уже оставить так и втянуть шнурочек, а можно сделать по краю обвязку. Я сделаю обвязку белой ниточкой. Беру ниточку. Соединяюсь. Так, ниточка потом запрячется. Делаем первую петелечку. Так, провязываем воздушную одну. И дальше я буду обвязывать столбиками без накида. Вот так. Обвязываем. Так. Обвязываем. Так. Обвязываем. Абважаем. Так. итак обвязали по краю вот вставили шнурочек вот язычок и теперь нам нужно вывязать вот сбоку обычно накидок такой кружочек вяжем кружочек делаем первую петелечку затем 1 2 3 воздушные петелечки соединяем в кружочек с первой полустолбиком вот и провязываем 1 2 3 воздушные петельки и дальше столбик с одним накидом в серединочку кружочком затем 1 воздушная петелечка снова столбик с накидом снова воздушная снова столбик с накидом вяжем круг провязали круг получилось 8 столбиков с накидом между которыми воздушная петелька после последнего провязываем воздушную петелечку и соединяем с первой петелечкой где мы начинали подымались и затягиваем ниточку затем этот кружочек то есть ниточку обрываем и кружочек пришиваем накиды сбоку и так кружочек пришили и нож наши кеды готовы